Ребята, вы знаете, как-то раз мы когда приехали сюда в Новосибирск, мы встретились с администрацией города. Ну, они привыкли. Ну, как сказать, пользу получать, да? Ну, все, брат. Они нам задали вопрос, что вы можете дать Новосибирску? Томила, не задумываясь, ответила, рабочие места. Возможно зарабатывать деньги, никого не обманывая, никого ничего не прося. Ни от кого не зависит. И не обманывая, ребята, это очень важно, не обманывая. Причем, понимаете, тут еще какая-то вещь интересная. Какая еще интересная вещь. Дело в том, что я офицер. Я на самом деле офицер. Значит, в октябре 97-го года я вышел на пенсию. Но я иногда говорю, что офицеры бывшими не бывают. Потому что, знаете, когда я еще служил, я пришлось там ездить, я на попутных. И вот, как правило, останавливали офицеры. У них какая-то ностальгия по армии. Как там сейчас в армии? Платят ли зарплату? Сколько платят зарплату? Ребята, они уже давно... Вы понимаете, офицеры — это умнейшие люди. Особенно умнейшие люди. Потому что, понимаете, у меня в отделе было 18 офицеров. Это люди, которые 6 лет учились чему-то, которые практически управляли людьми по всей территории России, которые отвечали за многомиллиардную технику. Как-то раз я проводил встречу, я пришел после наряда в форме еще в камуфляже, весь мятый, а не бритый, и там один мужик сидел. Так это самое, говорит, и вот тут еще будет приехал какой-то полковник, будет начать бизнес учить. Я говорю, на самом деле заработал в большие деньги, ты был в армии служил. А меня я не знаю, почему меня так кто-то распрямил. Вот, знаете, какой-то металлический слон появился в голосе. Я сказал, это просто в этой армии пришел, мне так просто из него уйду. И, между прочим, я горжусь тем, что я принадлежу к офицерскому корпусу России. Потому что военную форму носили с гордостью даже царей. И вы знаете, что мне больно? Что мне больно? Мне больно, а на самом деле, я с удовольствием приглашаю офицеров, потому что я знаю их боль, я знаю их проблемы. Когда говорят, я офицер, косметика, как мне бьют, и говорят, почему здесь косметик, слушай, я уже полтора часа раз говорю, тебе про косметику, вот слово сказал, тебе расскажу, как деньги зарабатывать. Косметика – это просто товар, который нужен людям. Забуду, что-то хрустает. Допустер,gorisely. Извините. Мне тоже по этому нужно было. Я уж как-то это блеск приснул, я уже со словно загражу, которая мне будет fl Buy poiencia с собственным таб市ами, плюсом я тяжело. что больно мне больно что вот эти вот действительно светлые головы умнейшие ребята они сейчас ваши множество вообще не верят они даже ничего не хотят они это уже все ниши заняты что не начинать поздно все уже разобрано умнейшие ребята выводить на пенсию пойду охранником сутки тролля плюс пенсии больше не контовать не прошу а что безболезно начинать они устраиваются охранниками устраиваются подметать рынке они устраиваются школы куда там еще еще там постоянке охранник а мне больно мне больно вы знаете не знаю рассказываю здесь на сибирске или нет но во франции париж есть метро и там очень много станции и только на одной из станций все время расходили самоубийцы станции много а самоубийцев на одной вот узнать начали включать почему долго искали нашли нашли почему были самоубийцы потому что там на той станции напротив одного из туннелей висела табличка выхода нет вот так получалось что люди приходили на эту станцию они с начальником поссорились но они хотели видеть табличку выхода нет раз под поезд человек журной поругался приходит на эту станцию дам табличка выхода нет раз под поезд человек возлюбленный ушла он приходит и дам табличка выхода нет у нас под поезд табличку сняли все организовалось очевидно в московском метро тоже кто-то слышал эту историю сейчас на многих станциях московского метро 50 плакат и потому что жена женщина в красном берете сотрудник метрополитена кто стоит вот так вот лицом зрителям вот так вот держит палец а там нарисован эскалатор уходящий мир белую точку и надпись через весь плакат выход есть в россии много людей которые могут горы свернуть которые готовы делать что угодно дать тебе точку опоры я опять верну весь мир есть такие люди я просто утверждаю что есть такие люди но они просто не видят эти точки опоры они не видят выхода все рынки разобраны все ниши заняты бесполезно что нибудь начинать умнейшие люди сильнейшие люди сейчас мы просто были в Омске я говорю ребята вы же сибиряки вы же сильные вы же можете делайте что задумайтесь сколько людей благодаря вам может изменить свою жизнь идите к людям рассказывайте что рассказывать возможности зарабатывать денег честным путем никого не обманываем никого ничего не просять никого не зависит идите к людям дайте им возможность покажите им выход выход есть так что же я рассказываю людям которые хочу пригласить этот бизнес я начинаю я сейчас поставить ответить на всего на пять вопросов раз два три четыре пять я прям так на встречку начинаю в течение сегодняшней встречи я постараюсь ответить на пять вопросов первый вопрос у меня в чем смысл этого бизнеса второй вопрос откуда здесь деньги берутся третий вопрос что надо делать что надо делать в этом бизнесе пять четвертый вопрос кто вам будет помогать и пятый вопрос что у вас будет в результате проделанной работы в результате проделанной работы в принципе я думаю что каждый человек на эти вопросы времени оставить вопрос участок потом бизнес потому что люди не понимают что я уверен что 90 процентов людей которые занимаются не понимают смысл того чего они даже не видят глубинного смысла муравей кричит шумит ругается толкается и вот и стоит это прошу не переводить поэтому я считаю что на самом деле людям очень важно понять смысл того чем мы занимаемся знаете причем тут вопрос вот такой интересный значит как-то раз мне полоска была такая фраза когда нужно начинать любую работу когда нужно начинать другую работу это был дан ответ когда это работа уже закончена потому что я сам утверждаю что фундамент этого здания на человека после того как это станет уже построен в городе последнюю штынгале каждый раз разговор с речком я пытаюсь с ним вай построить здание альфлейн последнюю штынгале то что потом нужно сознательно не ступал к фундаменту вообще строительство этого бизнеса зная чего от него ждут что им предлагаю чего они что нужно делать откуда эти деньги берутся большинство людей на самом деле воспринимает результаты таковы денег превозгодных очень важно это вот что надо делать что надо делать людей естественно интересует чего от меня ждут то вам будет помогать то вам будет помогать потому что знаете как успокаиваются когда они делают не в одиночку оказывается что оказывается есть люди которые будете помогать и не что в результате проделанной работы всем интересно а за что если смысл вообще то что вот в принципе и все как раз я пришел в нальчики в офис смотрят на компьютер эти пять вопросов вывели один дело то что когда вы будете иметь в голове то вы уже не запутаетесь что дальше говорите поэтому вам могут люди вопросы задавать вы можете сказать вы всегда можете вернуться даже отступив в сторону сделать чтобы объяснить людям в чем смысл этого бизнеса я обычно рисую такую картинку красиво я обычно как объясняю это фирмы это фирмы которые имеют свою продукцию вот это вот это люди когда вам продукция нужна но дело в том что фирма ничего не делает для того чтобы реализовать свою продукцию выясняется что мало продукцию придумать мало ее изготовить мало ее упаковать ее надо еще реализовать вот фирма ничего не делает для того чтобы этим вопросом заниматься потому что вот эту функцию она вложила на нас ну вот здесь посередине есть фирмы которые имеют продукцию которая нужна людям есть люди которым продукция нужна есть люди которые хотят зарабатывать вот фирма решила эту задачу реализация товара переложить на наши плечи согласно вам взять платить причем тут сейчас очень интересная ситуация дело в том что многие люди ну во всех некоторые люди сталкиваются говорят ой продавать надо а я не хочу продавать я не буду продавать я не люблю продавать я говорю ну и глупо потому что вся история человечества показывает что самым богатым для примера всегда были кто торговцы торгаши но не продавцы чтобы пояснить это дело я обычно скажу такой анекдот говорят так если у мужчины вы себя спереди значит он умный если мужчина вы себя знать значит он гуляет если мужчина вы себя и спереди и сзади значит гуляет с умом почему это присказка что как здесь люди торгуют а если вы там прорвывать с умом потому что в каждом городе есть такой магазин крупных рамстор там очень-очень много продавцов только один человек который торгует с умом хозяин рамсторы потому что можно просто торговать он просто реализован товар он сам все умом почему потому что смотрите я каком случае буду выгоден для фирмы только в одном случае если я буду есть товарооборот правильно я могу не создать товарооборот на 100 долларов за месяц могу а могу создать их товарооборот за месяц в 1 миллион долларов в каком случае и выгоднее на 100 долларов в одиночку можно сделать товарооборот а на 1 миллион в месяц значит надо использовать такие технологии я утверждаю что эти технологии есть я утверждаю что можно стать организатором этого бизнеса купцом я утверждаю что есть специальные технологии как же самое начало чтобы поняли что есть две принципиально различные системы организации товарооборота черт есть две совершенно различные системы организации товарооборота первое из них это классическое где-то разграничить какая-то фирма потом круто торговец перевозит через границу потом средний оптовик берет этой фирмы и разрастет по городам этой страны потом мелкоптовый оптовик берет у этой фирмы разрастет магазин этого города плюс реклама плюс на оценка магазина и каждый из них стоимость товара закладывать как минимум 30 процентов своей прибыли без прибыли работать не будут слишком много из по центре глюда почему не крупным покупателем каждый из них 10-15 процентов дает без ущерба себя 30 это самое плохое что каждый из них свои 30 процентов накручивают предпущим нас ребята считали от 700 до 1000 процентов какой-то предпосредников это что призовой стоит один такой 10 долларов 1000 процентов альтернатива не было долго не было приходим газе мы знаем что накручивает 30 процентов но никогда не задумывайся сколько таких а кончиков было до него классика у кого есть возразить и вот только в конце сороковых годов появилась альтернатива этой системе он мне сказал что есть две различные системы организации товарооборота появилась альтернатива дистрибьюция когда человек берет напрямую на фирме и отдает на прямую покупателю за эту работу получает один раз 30 процентов всего на столк скатился путь товара насколько скатилась цена на стоимость возможны более качественные вещи по продавать по более доступным ценам вот так работали люди которые земля продавали неправильно фирме продавали непонятно но дело в том что когда человек один в принципе кирпе не очень выгоден всего два руки всего-то найти всего 24 суток но когда у таких людей становится много когда у таких людей становится на самом деле много то вот за его организационную работу по созданию дают сети распространителей фирма тоже согласно платить деньги всем видно вот фирма рефлейм вот за эту организационную работу по созданию сети согласно доплачивать еще до двадцати восьми процентов от стоимости товара чем каждый раз первый товар напрямую на фирме это это и будет купаться каждый раз включать 30 процентов каждый дарлю товар напрямую на фирме этот я прямую покупать из каждого из получаем три процента чего все мы берем товар по одной и той же цене константа 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 всем нам документы фирма подготовила по 30 процента нашей прибыли фирмы ведет учет деятельности каждого из нас и от создавшихся пополам товарооборотов нам фирма что-то стимулирует на этот организм работы выплачивать до 20 процентов от стоимость товара чем эти деньги уже заложены в стоимость товара эти деньги не из воздуха берутся тени все равно уходили на прибыль посредников так как мы с вами здесь единственное последнее то есть день отдых нам почему это делается почему это делается потому что один человек никогда не продаст 10 человек чем больше людей тем больше товарооборот фирме это выгодно поэтому у нас за эту работу будут благодарить фирму согласно стимулировать спасибо пока все совпадает пока все бьют совсем согласны это пока сходится все нет сходится сходится где-то что где-то 10 человек это не вопрос если бы это было все так просто просто вот так может быть этим не занимался потому что вот здесь именно вот здесь появляется очень интересная грань в этом бизнесе который мы стали бы используя своем бизнесе который мы несем людям когда покажем что выход есть потому что вот сейчас постарайтесь почувствовать уже сейчас скажу следующее фразное является определяющие именно здесь появляется очень интересная грань дело в том что вот эти люди а тут может быть на самом деле очень много когда эти люди покупают что-то на самом деле для себя то каждый день покупает все автоматически на логично в этом бизнесе появляясь такое направление работы как построение организации людей каждый из которых хотя бы для себя когда что-то покупает покупать автоматически от 30 процентов дешевле и появляется есть возможность сделать свой бизнес вот на этим 28 процентах за организационную сторону работа в этом бизнесе почему потому что один человек никогда не продаст только 10 человек но 10 человек никогда не продадут столько сколько сами для себя тысячи человек тысячи человек потому шампуни тысячи шампунь наступает гаданий продаж и человек подой программ для рук программ для рук программ для тела лица для волос для ногтей и 7 30 процентов дешевле вы еще представляете это работа в детриче ни с одного человека мы деньги не собираем каждый человек представляем возможность товар дешевле хорошо по другому другому расскажу значит так сколько стоит нормальный шампунь который не стыдно мыться 100 рублей 100 рублей согласны? 100 рублей нормальный шампунь 100 рублей это 3 доллара, да? грубо так как участники этой системы мы покупаем автоматически от 300 процентов дешевле за 2 доллара 30 процентов это третья часть логично? за 2 доллара значит тысячи человек по одному шампуню и всем выгодно все за 1 доллара покупают это 2 тысячи долларов вот фирму интересует 2 тысячи долларов чтобы получить свои 2 тысячи долларов и на самом деле от 28 процентов от этих денег кто может быстро взять 28 процентов от 2 тысяч долларов? 560 долларов то есть оказывается наша организационная работа фирме очень выгодна и за эту работу они согласны оплатить деньги где понятно? я думаю что каждый из вас каждый из нас понимает что если у каждого из нас будет организация по тысяче человек то у каждого из нас пойдет речь о хорошей зарплате есть возражения? а? даже у компьютера? да есть только где взять эту тысячу? потому что как правильно люди говорят а у меня нет столько знакомых у меня всего 3 знакомых все 3 коллеги и все 3 не боятся и все 3 более того есть люди которые эту задачу решают и начинают решить в лоб и мы дали задание тысячу человек а сколько это организация тысячу человек они начинают решать в лоб в школе учили решать задачи разными способами они способы решили попробую вторым а потом попробую третьим а они в лоб ее решают где люди они получили задание пишу человек где люди на улице на улице начинает руководить людей листовки разбрасывать лапшу клеить объявление давать я утверждаю что так работает дилетант и отверждаешь так работают люди которые не понимают смысл этого бизнеса я утверждаю так работают люди которые не читали книг поэтому не посуда потому что оказывается без существует очень давно с конца сороковых годов очень многие люди уже написали книги как бизнес делается как нельзя делать как ни в коем случае много много книг написано в тексте там уже писали краткий данные рекомендации как кратчайшим путем прийти к этому результату кратчайшим путем я утверждаю что каждый из нас может построить организацию в тысячу человек не раскидывая листовок не давая объявлений не хватает людей рукава на улице показать как это делать как рекомендуют это делать теории как рекомендуют это люди делать которые уже здесь набили свои шишки которые написали книги кого интересует как это может сделать по-другому заходить я рисую что я хочу получить чтобы не забыть сейчас я буду показывать как рекомендуют это делать теория потому что на самом деле с конца сороковых годов на самом деле этот бизнес превратился в науку здесь есть свои критерии здесь есть свои теории здесь есть свои доказательства когда мы идем работать врачом и юристом и донтистом у нас даже сомнение что чем-то шесть лет учиться здесь мы приходим совершенно незнакомый нам область бизнеса и пытаемся с нуля без болезни попыток чему-то научиться добиться каких-то результатов потом удивляясь почему у нас этих результатов нет так не бывает учиться учиться у тех получается и так теория туперца говорит ребята если вы пришли в этот бизнес если вы хотите быть не устойчивым то вы на три поколения должны научить людей делать то же самое что умеете сами непонятный просто если мы другую миссию для затем я знаю что я хочу получить я хочу получить тысячу человек на пока не буду говорить про тысячу человек расскажите пожалуйста реально в этот бизнес пригласить не надо тысячу двух всего двух человек покупать автоматически скажешь пожалуйста если это сделал могу не их научить делать то что я сам уже сделал могу я их научить пригласить их знакомых вот теорию бизнеса говорит ребят если вы пришли в этот бизнес если вы хотите быть не устойчивы чтобы на три поколения выглядеть значит я и значит я до значит я должен учить людей делают то же самое что умеете сами вы двух икушить 200 hull убеди сам и вот выясняется что эта работа выясняется что это работа встречаться с людьми объяснять им отвечать на вопрос помогать им это работа любая работа должна быть оплачены начали просто делать не буду вот фирма арифлейм конкретно кирпо и что у нас заинтересовать работу делать она предлагает лидеров первого поколения выплачивать на 4 процента от всех денег рублей на фирму стабороборода лидеров второго поколения фирма арифлейм нам выплачивает 1 процент от всех денег у них присы на фильм этим ребятам филу плачет 4 процента кого не пригласили один процент получает 4 процента каждый из нас находятся абсолютно одинаковых условиях каждый из нас стоит на вершине своей пирамиды каждый из нас получать деньги за свою работу посвящен слову пирамиды за тебя тебя никогда не отрицаю что пирамиды просто каждый раз я говорю что а ведь слово пирамиды не ругательное слово любая иерархическая структура понимает правильно ведь возьми мистерство обороны государства армию завод семью просто разные пирамиды бывают в административные и сердце обороны государства деньги на поддержку не дают государства воин товарный то что миссис торговый дождь пирамида министерства главки торги не бумаги старший продавцем наши продавцы для дотворных но деньги на протяжение пирамиды заложен стоимость товары товар потому что есть еще третья категория пирамиды финансовые пирамиды там где деньги перекладываются кармана в карман где платят за количество приглашенных людей которые во всем мире запрещены потому что система очень быстро входит в изучение последним не с кого собирать деньги а здесь не с кого деньги не собираем просто каждому человеку предоставляем товару возможность покупать дешевле помните если вся моя команда я просто нарегистрирован 300 человек ни один ничего не купил мне заплатят четыре процента нуля тебе понятно мне платить за количество не платить процент от товарооборота день кроме выплачет они заложены в товаре за продвижение товаров где-то в миллион долларов я писал так недосмотревшую саду идея понятна казалось бы все просто казалось бы пожалуйста как интересно получился я пришел сюда день я пригласил всего 2 человек каждого из их я расс Kaitlin по 2 человека 4 каждого нет я научил плосать вот два человека 8 каждого видим научить попасть на 2 человека 16 ответ 22 чем я пришел сюда 1 я пригласил всего двух человек получил команду больше листи мультик Чего я так говорю? В шагахстве для того, чтобы получить команду в 30 человек, совсем не обязательно со всеми 30-ти будут знакомыми. Помните, какое у нас основное препятствие было? А у меня нет столько знакомых, а оказывается и не надо. Надо просто приметь хорошо известные технологии. Я пригласил всего двух человек, а получил команду в больше 30-ти. Совсем другие способы. Я решил то, что у меня задача, которая меня интересовала. А если я приглашу, что не двух человек, а трех, и каждый из них учил попросить по три человека? Три, каждый по три. Девять, каждый по три. Двадцать семь, каждый по три. Восемьдесят один. Как вам нравится разница? А разница навсего? Одного человека больше. Нет, они говорят, какая же геометрическая прогрессия? Я говорю, во-первых, не геометрическая. Одна из каких-то математических прогрессий? Нет, нет геометрических. Ну, первая реакция у всех новичков – это геометрическая прогрессия. Я говорю, ребят, не будем спорить, какая здесь из арифметических прогрессий. А во-вторых, я говорю, только сейчас вы увидели, да? Потому что обратить внимание, я говорю, я никого не обманул, я из органов ничего не выдерну. Просто я знаю, что я хочу получить, и для того, чтобы получить то, что я хочу, я применяю хорошо известный экономический закон. Я иду кратчайшим путем, потому что меня интересует, а не интересует. Можно посчитать людей для четырех человек, можно для пяти. он мне опять очень нравится. Я не буду рассказывать про шесть человек, я даже знаю, почему. Потому что, оказывается, есть другой закон, другая теория, теория управления, которая говорит, что больше, чем пяти человек одновременно управлять нельзя. А оказывается, и не надо. Невозможно держать под контролем больше пять человек одновременно. Помните, разведчики уходили вдаль трохи, пятерками, геологи уходили, пятерками. Почему? Потому что это оптимальное число для управления людьми. Невозможно держать большее количество людей под контролем одновременно. Оказывается, больше не надо. Потому что смотрите, в конце есть вещи. Я пришел сюда один. Я пригласил всего пять человек своих знакомых. А пять человек знакомых у меня, наверное, есть. У кого есть пять человек знакомых? Не понял. У кого есть пять человек знакомых? Вот здесь. Понял. Ну, нафиг я так больше просто. Я пригласил всего пять человек своих знакомых. А пять человек знакомых у меня есть. У каждого из них есть пять человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. Это моя работа, если бы такую работу было. Мне потом за это подплатить. Смотрите, какая интересная вещь получилась. я пришел сюда один я пригласил всех пять человек своих знакомых а получил команду фикса считать давайте вместе считаем тихонечко успешать еще у меня такая просьба тебе когда слушать все не первый раз не подсказывать потому что я считаю умею даже лучше чем вы потому что это 5 лет прошу потому что я тут вещи рисую и когда я спрашиваю сколько получится я хочу чтобы очки осознали о чем это речь чтобы у них жетон провалился это не обидно это не обидно потому что когда я сейчас делаю вывод из этой ситуации многие люди говорят нифига то не только тогда понимали о чем это речь пойдем внимательно посчитать 625 и 125 сколько будет очки 750 плюс еще 30 780 людей а вы помните что я хотел получить совсем другим способом я получил то что я хотел я даже не буду рассказать сколько будет на следующем поколении я просто считаю свою работу я работаю на трех поколений согласно теории вы знаете моя работа трех поколений нас появляет четвертое поколение это моя работа 780 человек и все моются все хотят быть красивыми все хотят быть чистыми все хотят чтобы ты хорошо пахло все научно деньгами не собираем просто каждый из них покупают продукцию дешевле как дистрибьютор принципе это бизнес как задумался как бизнес для потребителей сами пользуются как способен дешевле и нравится мне рекомендуют своим друзьям и пользуются как способен дешевле и нравится бизнес рекомендации из этого хозяйка заказать то что заниматься бизнеса с ними бросать все потому что сделать помещение способность работа время по вечерам выходным изучать с нашими друзьями последующие вчера выходные изучаются друзья наши друзья 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 наши друзей бизнес пошел робот бизнес для домохозяя людей занимаюсь хозяйством попутно делать бизнес серьезные люди которые привыкли мыслить горе мишеллонов 5 эшелонов туда 7 мешалов а тут у нас бизнес вагон загнал это круто а здесь ну купит один каждый для себя каждый бенемножку каждый 100 долларов людей здесь деньги большие это говорили здесь денег больших нет и вот в теории прозвали 100 долларовый бизнес влачок по-американский название у него там было 100 долларовый бизнес влачевка я говорю да влачевка давайте посмотрим с вами что будет если каждый из этих людей сделать закупку на эти какие-то 100 долларов через нашу организацию прокатился товарооборот то метод почитать 78000 чего а мне там что-то обещали вернуть кто может быстро в месяц 4 процента 78 тысяч долларов три тысячи сто двадцать достаточно будет вместе для начала заработать я не говорил именно для начала потому что когда мы свою пятерку научили на три поколения делать то же самое что умеем сами после этого берем следующую пятерку а потом следующую пятерку а потом следующую пятерку здесь в принципе нет ограничений в заработках от любых товарооборотов которые появятся благодаря вашей деятельности фирма вам пусть четко оговоренные проценты в том же заложены стоимость товара и уже заложены стоимость товара каждую баночку покупаем а там уже 5 процентов заложены поддержали 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 кстати обратить внимание я пока ни слова не говорим про продажи удивительные причине продает один есть ты очень продает а деньги зарплаты обычно люди говорят даже неправда должен продавать начатку деньги возьмутся и когда почему не считаете что мы каждый из нас каждый пускай на 30 процентов дешевле но приносит на фирму свои денежки и фирмы получаете что интересует потому что оказывается что само построение это организации уже является способом распространения товара еще раз потому что мы исчезает что само построение этой организации уже является способом распространения давай потому что элегантным движением руки этот бизнес из бизнеса продаж превратился бизнес состоянии организации бизнес-общения бизнес-обучения потому что каждый день платили за то что мы продаем продукты то что мы организовываем вот этот товар оборот в чем смысл данного бизнеса создание товарооборота как лично людей откуда здесь деньги берутся сиденья все равно ходили на прибыль посредников так как мы с вами здесь единственный посредник нам что надо делать организацию строить теперь надо запрещать они не надо придумывать на себе на просто хорошо работать с ним который в этом бизнесе уже рассказано бездневно опробовано доказал свои действия это просто и отрабатывать отрабатывать как это делается но он будет помогать что у вас пригласил бизнес потому что это интересно когда я приглашаю людей в этот бизнес когда я приглашаю людей в этот бизнес я им каждый раз говорю это понравилось что вы слышали кстати понравилось что вы слышали есть смысл попробовать есть смысл попробовать давайте сразу договоримся что первая встреча с вашими знакомыми у вас и получится как у меня согласны давайте сразу договоримся что вы или даже рассказывать ничего не будете что вы просто соберете я проеду и проведу встречу а вы просто сидите рядом и смотреть как вы должны делать даже слова рифа не говорить потому что я могу даже писать почему не потому что я боюсь название своей фирмы просто как только вы скажете своим друзьям слова рифа и а а а я тут уже был грех своими тоже было грех сами тоже ничего не заработал я не понял вы скажете к слову рифа и мы сказали а я уже все знают нас сумки выходить продавать вы скажете слова рифа и я знаю надо людей рукова на улице терпать соляде они уже все знают если хотите все надо при плене спросите 90-летнюю бабушку просили по подъезда а нам все объяснить обычно говорят мне посоветоваться не подумать надо думать с кем посоветоваться со мной советуюсь я здесь специалист один раз нас просто у нас поспекты и академик действующих с одним его очень тяжело разговаривать я ему начинаю фразу меня и заканчиваю все знают я одно словами действия еще одну словами опять 10 я учился мужчина сказал знаете я знаю что в академии я вас за это очень уважаю потому что знаешь таких своих устах не давали и сейчас не дают ну поймите вы одно вы академик в своей области об этом если ты все знаешь что такой бедный я ничего не узнал и так понравилось понравилось есть смысл попробовать просто пригласить своих друзей я выбрать встречу сидеть не учись как это ты должен делать лучше форма приглашения это просто есть тема для разговора носить свои друзей на встречу с вашим способом лучшая форма для приглашения приходи на чашку чай же ваши друзья лучшая форма для приглашения на встречу с интересным человек лучшая форма для приглашения это вот если вы в фильме зайка луней а ведь такой персонаж дорогушек добычей там есть такой гады кинута бегает дома и кричит ребята ребята там такое там такое ищет и шляпку займешь если он хоть полслова сказал что он такой и никто смесь не сдвинулся а так весь дом вышел за ним пусть ваши спонсор ребята вот самую лучшую форму работы в этом бизнесе это пригласить своих знакомых натравить их на вашего спонсора и пусть он выручивается пусть он убивается а вот сидите рядом и наблюдаете как он делает их вашими дистриторами и мотаете на ус что нам говорит какие вопросы они задают как она их отвечает потому что потом же уедет я спрошу ребят понравилось то что вы слышали понравилось есть смысл у меня ваша задача просто пригласить своих знакомых я проведу эту встречу а вы просто сидите рядом знаете это вы должны делать ты кстати второй раз уже кси послушать потому что у них я спрошу ребят понравилось понравилось есть смысл попробовать если попробуем давайте сразу на твою встречу с вашими знакомыми у вас не получится как у меня ваша задача собрать своих знакомых я буду проводить встречу потому что ему мы скажем сколько слышал уже дружище раз два три четыре ну попробуй сам не волнуйся я здесь рядом скобочках сидеть и молчать стараться молчать очень тяжело молчать потому что начали нашим первый раз это целая песня про что-то пять раз подает одно и то же расскажет про что-то вообще забудет сказать зубы спотыкаются из их заплетается но когда это же человек 2 раз уже меньше десятых зубов отскать от 1000 свободного день терял ребята мы предлагаем людям обучение обучение на практике обучение на действие нужно пищу раз рассказать нужно один раз показать приводить свои знакомых я тебе покажу как это делать когда приводить свои знакомых я вам покажу как это делать значит вещь он просто натравливает свои знакомых на вашего спонсора пустой выкручивается куша сковородку и пусть он делает их вашими дистрибутом просто сидеть наблюдать то что вы слушаете на первый раз вы схватываете просто общую картину общую картину вы нифига не сможет их повторить ребятам клюну сейчас поможет приобрести сегодня по мою пробу сказать жене мужу собаки потому что вы будете рассказывать интересно на послушать если мне интересно то она так вот зевнёт и уйдёт отвернётся и уйдёт это для вас признано что его рассказывать неинтересно а если он будет рассказывать интересно то не только собакой не уйдёт и люди не уйдут и футбай пропали когда я слушаю первый раз он славы до общих картин когда он слушает второй раз он уже считает за пучку раскладывать утреть террасу слушали он всегда сам себя она вот как-то сюда пришел а вот как ты сделала до через уже четвертый раз он сволочь меня проверяет значит дальше надо говорили уходить на доске попробуй сам как он идет общая картина по полочкам сам себя проверяет меня проверяет пробуется а я посмотрел я уже сижу как тебе кое-что надо изменить чтобы тебе показать еще две встречи еще раз попробуй все правильно у тебя получается продолжали а я пошел на следующего человека а потом еще следующего обучение показать дорогу оказать методику не делать из людей раненых комиссаров не тащить их всю жизнь на хребте делай сам это какая разница комиссарами заполит мы старые говорили делай как я заболевали ждет как я сказал делай как я на самом деле я стараюсь не делайте другие раненых комиссаров когда и тащить тишину представить жалко лед показывает действие человека показывают нужны будут или не нужны нужная моя помощь ему или не надо в чем смысл этого бизнеса понятно откуда здесь деньги берутся понятно что надо делать ясно кто вам будет помогать тоже что у вас будет в результате противной работы ребята на все вопросы я ответил нет ну как вы получите такую информацию можно приступать а разносить граждане не принимает решение сразу то это значит что он какие-то свои вопросы не получил ответы чтобы он еще хотел совершить про то, что я сейчас рассказывал, чтобы принять решение сразу. Людей жалко. Каких? Собранных. Ну, скажите. Времени. Времени жалко. Конечно, этих людей. Я же говорю о людях. А люди-то не которые. Ну, что сейчас вопрос решает. Ну, зачем, каких решается? Ну, я так думаю, что... Нет, вопрос, 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 вопрос. Потому что тут еще, видите, зависит от того, что... Какой человек преследует? Знаете, с вами преследует Центр публикироваться там. Знаете, мне как-то раз... А, кто не знает, кто такая-то милая проезжает? Видите, пожалуйста. Не знаю, знаете, не знаю. Знаете, знаете, да? Как-то раз на новых банкетах ко мне подошел этот человек и начал начать сама, задавать вопросы. А я ему отвечаю. Почему я этим снимаю как вопрос? Потому что он мне что-то спросил, я ему ответил. Он мне продолжение вопроса, через опять задает что-то такое, я ему опять отвечаю. Вот, а потом, когда меня уже там позвали, он говорит, Владимир, спасибо огромное. Мне очень понравилось с вами спорить. Я говорю, ребята, зачем со мной спорить? Зачем со мной спорить? Ведь наши результаты показывают, что со мной спорить не надо. Знаете, ведь каждый человек, каждый человек, конечно, имеет свою точку зрения. И самое интересное, что он имеет право на эту точку зрения. Потому что вся его предыдущая жизнь, весь его опыт привели его к такому пониманию ситуации, к такой жизни. Но я каждый раз говорю, ребята, ваша точка зрения приводит вас к тому, что вы имеете. Моя точка зрения приводит к тому, что мы имеем. Вы хотите моей точки зрения научиться, или вы хотите меня научить вашей точки зрения? Вы хотите научить меня не зарабатывать деньги? Опять, не надо со мной спорить. Потому что вот эта идея работает. Потому что эта идея, вот по этой теории работаем мы. По этой системе работают люди, которые нам поверили. Которые сейчас стали директорами, которые сейчас стали сапфирмами, которые сейчас будут бриллиантными директорами. Причем много людей. Много людей. Потому что вопрос не стоит, работает эта идея или не работает. Но работает. Вопрос не стоит, можно это сделать, потому что здесь люди, которые это уже сделали. Вопрос стоит только в одном разре. Кто это сделал? Вы или другие. Вы или другие. Причем я не просто это рассказал, я вам предлагаю свою помощь, я вам предлагаю свое содействие. Это я, я, я буду работать с вашими людьми. Это я, я, я вам буду показывать и не один раз, как это делать. Я сюда еще буду приезжать. Мы уже приезжали, еще опять приезжали. И будем приезжать. Мы будем с вами делиться своими знаниями, своим опытом, своими разработками, своими наводками, своими новинками. Будем долго вас сопровождать. Всю жизнь до самого гроба. Я не думаю, что я буду говорить, что я всю жизнь обещал, до самого гроба. Я говорю, правильно, до гроба, но не после него. Потому что некоторые люди при жизни уже, доктору. Крюнусь сейчас на слово. Ребят, я готов помогать мне в этом классе хотят. Я готов помогать мне в этом классе хотят. Когда мы приехали в Алма-Ату, на самое хорошее знакомство. Там парень покупает завод стиральных порошков. А мы не без главы, чтобы ехать в незаконное место без контактов. Мы просили контакта, там мы прозвонились. И он нас принял, хорошо принял, старайник принял. Он бизнесмен. Да музыка степит на смен. Посиделим нам за этот вопрос. Лол. Тебя, чего ты мне хотите? Мне позвонили, что я вам помог. Чего вам нужно от меня? Нам нужны активные люди этого города. Ну, это что называется словом «Активные люди»? Любые люди, которые недовольны тем, как они живут. Это люди, которые считают, что они достойны большего. Это люди, которые для него готовы что-то делать. Но будет есть такие люди. Что он будет рассказывать? Как вы сами понимаете, у нас это никаких проблем нет. Когда мы все сказали, его реакция была, конечно, неэдекватной. Потому что, когда он все это дело схватил, он говорит, где подпись наставить? Я говорю, какую подпись? Ну, что же контракт на заключать? Я говорю, а тебе-то это зачем? Он говорит, во-первых, я бизнесмен. Я вижу, что есть возможность ничего не вкладывать. Регистрация стоит 149 рублей. И при этом зарабатывать большие деньги. Почему эти деньги должны проклятить не у меня? Это во-первых. А во-вторых, у меня много родственников. Пускай деньги зарабатывают. Хотя бы у меня просить не будут. Ребята, эта идея работает. Если у вас что-то не получается на каком-то этапе, это не значит, что эта идея не работает. Это значит, что вы что-то неправильно делаете. Как сделать правильно? Надо просто узнать, как это делают люди, которые хоть получается, и повторить. И повторить то, что делают они. Потому что, как я сказал, вопрос не стоит. Можно это сделать или нельзя. Вопрос стоит у вас, кто это делает. Или там. И клянусь честное слово, я все равно на этом людей. Которым это надо. Вы знаете, вот интересная вещь. Интересная вещь. Как-то раз читаю книгу, да, написано. На кого мы работаем в этом бизнесе? Там должно 4 ответа. Там разбирается 4 ответа. Вы говорите, на кого мы работаем в этом бизнесе? На фирму? Да еще подобное. С нами или без нас фирмы все равно будут продолжать свою работу. Если даже на милу приезжают, перестанет работать с фирмой Арифлой все равно не остановится. Он будет все равно продолжать свою работу. На кого мы работаем? На спонсора? Нет, ребята. Потому что с вами или без вас спонсоры все равно не прекратят свою работу. Они этот бизнес умеют делать, они будут продолжать делать. С вами или без вас? Так лучше с вами. На себя мы работаем в этом бизнесе? Нет, ребята. Мы работаем в этом бизнесе не на себя. Мы работаем в этом бизнесе на тех людей, которые нам поверили, которые за нами пошли. Мы работаем на людей. А как то, чтобы мы не выведем их на результаты, нам денег платить не будут. Мы идем к своеверникам через их деньги. Он зарабатывает 1000 рублей, я платить 4% на 1000 рублей. Он зарабатывает 1000 долларов, я платить те же самые 4%. Он зарабатывает 10 тысяч долларов, я платить те же самые 4%. Бизнес, в котором выгодно помогать. Бизнес, в котором выгодно, когда люди зарабатывают много. Чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываю я. Найдите мне такой другой бизнес, чтобы ваш начальник вам говорил, я хочу, чтобы каждый месяц зарабатывал все больше и больше, и чтобы в вашем начале это было выгодно. Бизнес, в котором любовь к людям из категории нравственной переходит в категорию экономической. Помоги ближнему своему, тебе это грнется. Бездействие — это грех. Встань и иди. Ничего не напоминает? Не люби, не укради, не обмани, не возжелай. Ничего не напоминает? Честный бизнес, благородный бизнес и благодарный бизнес. Никого не обманывает. Ни с одного человека деньги не собираем. Зарабатываем сами и делимся этой возможностью с окружающими. За что же фирма «Рифлей» платит деньги? Взберем? Мама. Стало два снижения. Интересно, нет? За что же фирма «Рифлей» платит деньги? Где мы рисовали? Кто поскажет? А вы здесь? А, нет, а. А там уже без рифа. 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 Передил. Как хорошо, что я хотел. То, что я хотел нарисовать. Да? Кто это фирма «Рифлей» платит? Слушай, еще раз. Керамиду. Здесь, да? Нет. Нет, кто ты? Вот туда. Все виды будут рисовать. Строй убирали. Нет, вы знаете, вот, честно, правда, тут жалко стирать. А вы ее напишите на фирма. Там рядом, а там не два-три. А, я же, знаете, что я с ней рисовал еще? Я же чувствовал, что я рад ее стирать. Потому что, ребята, понимаете, в чем дело? Ну, помните, да? Что-то было уделено. Один, пять, двадцать, пять, сто двадцать пять, шестьсот двадцать пять. Значит, здесь он семьдесят восемь тысяч. Ну, я по памяти уже рисую. Вот. Но... А, значит, по-моему, не на десять. Понимаете, вот, что мне нравится в этом бизнесе? Что, на самом деле, в этом бизнесе нету белой кости и черной кости. Почему? Что, на самом деле, в этом бизнесе, этот бизнес работает для этих организаторов. Знаете, мне очень много людей уже были, просто сказали слова и благодарность за то, что... Если бы этот бизнес можно было только продавать, я бы никогда в этом бизнесе не остался. Но я прекрасный организатор, говорит. Вот то, что я сумел здесь себя реализовать, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Но дело в том, что ты, в котором все это придумал, я рассказал, ребята, все это здорово, все это, конечно, интересно. Конечно, это смысл этого бизнеса, конечно, это идея этого бизнеса. Ну, давайте, пропустим. И так, и так, и так, возвращаемся к нашим бокам. Значит, еще раз. Вот уж я сейчас рассказал, работает? Новички, работает? Работает? Пожалуйста, пожалуйста. Знаете, на самом деле, это очень интересный, честный, благородный бизнес, потому что я сталкивался как в литературе, чтобы бизнес-то стали очень добрый. И вот здесь, если попадаются в бизнес-хвалиды, то, как вот, вся группа берет под особую опеку, особое внимание людей, которые учат, когда они помогают. Вот просто в Омске, там есть одна женщина, которая просто сидит на коляске, она вообще без ног. И люди, вот, кажечный, практически пытаются чем-то помочь им. Как там легче, если вы, как-то вот, просто заказы, помочь вам, там, еще что-то. Ну, да, просто клиент, а свой клиент, когда он уезжает куда-то, еще там что-то. Вот, ну, всеми методами. Попробовать встречи, помогает. То есть здесь, как бы, проявляется человечность людей. Сущность людей. Причем, на самом деле, настолько прозрачно, настолько вот сразу, говорят, так, что человеку дает ему власть или деньги. И вот в этом бизнесе, и власть и деньги. В этом бизнесе настолько сразу люди становятся прозрачными, потому что, понимаете, в этом бизнесе люди, просто никак не притягиваются однополярные люди. Если человек добрый, если вам человек нравится, вы найдете все слова, чтобы с ним еще раз встретиться. Если вам человек не нравится, вы найдете все слова, чтобы больше с ними не встречаться никакой. Понимаете, в этом бизнесе вы приобретаете себе совершенно иной круг общения. Вы строите себе совершенно другое. что человек добрый если человек злой всем весил организации агрессивный все организации если человек сволочь все его организации сволочь сам интересный что будет находит общий язык каждый из вас найдет в себе людей заключается поиск людей который для вас это бизнес людей для вас есть две новости на хорошие на плохой плохая новость в этом бизнес заключается в том что это бизнес заключается в работе с людьми а такие люди попадаются хотите хорошую хорошую новость тебя заключается в том что это без заключается в работе с людьми такие люди но как я сейчас вам успел рассказать бизнес работает даже при отсутствии продаж даже при отсутствии продаж без свободы но фирма была умная рассказала ребята все это здорово все это красиво конечно но что если у вас пока это организация не думал что зарабатывать не надо покинут умный будет поэтому фирма говорит а вот если вы каждый из вас дополнительно к этой идее будете что-то дополнительно продавать будем дополнительно обращивать и вот почему-то большинство людей этот дополнительный заработка принимать здесь за единственный и основной так только получает доступ к цену они мешают сумками коробками мешками доставят товара они не зарабатывают вот этих денег и уходят отсюда разочарованы и потому что они глупые потому что что три способность только один из наших заработок и основной а дополнительный дополнительный запад и дальнейшем все другие сегодня все то 4 часа в сумках когда я в этом мире все говорит про неограниченность наших заработков я имею вот эти деньги вот эту работу начинает вести встречу обычно говорит сколько хотели заработать вещи чувствуешься комфорт я понимаю что учать совсем все теплого суп я бы не хватает джай люди говорят перед я бы тысячу баксов для начала я пойму почему-то человек другу уж нормально питаться нормально тиканька не нормально когда мы человек пять тысяч долларов я спрашиваю на всякий случай просто из подолка взял цифру нет я хочу образование хороших лучей хочу весь мир посмотреть как вы думаете с каким человеком неинтересно работать в начале салюты у нас есть такой людей как как рентгеном рассвечивать потому что вот я очень часто рассказывают причем когда боже я так тебя всю жизнь верю очень красивым богатым чем не на квартиру машину дачу детей а бог ему ничего не сказал он просто взял там за спиной что вы смотри а так гимна на берегу море мерседес белосвежий блондинка вся из себя детишек целая туча и вот бог ему говорит вот это все это было предназначено для тебя но ты об этом даже не мечтал это надо мечтать надо сами мечтать надо сами что-то хотеть потому что говорят так хочешь ты прям через дерево и целиться в луну в звезды точно попадешь кто хочет в звезды тут еще есть о чем поговорить много чем поговорить потому что если вы обратили внимание пока про ютей вам ничего не рассказывал рассказал оказывается теорию сетевого маркетинга потому что если по тебе сейчас поставить за струлю тугу и центр поставить пищевые добавки будет гербалай поставить страховки будет цель инвест поставить облегка динфузион поставить лекарство будет им речь таблину полагаю я вам рассказал о тему маркетинга но теория бизнеса говорит что за большие деньги можно в любой компании сетевого маркетинга на тут вот это создать а у тебя сами скажите с каким продуктом только сейчас построить лекарствами с пищевыми на банке со страховкой продукты повседневного спроса дать некоторые говорят однозначно быть специальный чушь собачьи одно дело строить такую организацию с эксклюзивной продукции которую подразумевает неизвестность кузина стопу нас можно менять а что это будет и доказать что форума 1 такой форума форума 3 выделать организацию строить продукты вседневные спрос которые чем эти вот многие некоторые стильки они были так как работали компании вообще честно говоря мне вообще жалко 10-го второго другие компании то же с теми усилием с теми затратами меры они там делают они признают гораздо больше так что работа с клюзивной продукции это просто делать бизнес по китайски сначала саму все здоровые трудности лучше всего конечно по организации строить продукты пользуются я больше всего радует со мной или без меня кто бы что бы не говорил кто бы что бы не говорил эти страну пользу рифлэйм в чем некоторые говорят ой зато у нас другой продукт у нас большие счастливые у нас большие зарубки тут на собрала программу 50 20 в карман а у вас гордал начал 5 рублей это несерьезно в общем делу если мы с тобой говорим о продажах а если мы с тобой говорим о сетевом маркетинге мы с тобой должен очень четко понимать что нам платить деньги от цены продукта от объемов реализации сколько дорогих продуктов можно продать за месяц сколько моих начала почему-то люди не задумываются о том что самые большие деньги делаются на и ночевке но повседневного спроса для всех по доступным ценам тушь и помада пудра и румяна шампуна и гантала программ для тела в целом почему не задумываются что на самом деле соли спички туалетная бумага и головоков хлеб соль это вот вещь которые относятся самые большие знаете вообще так все бизнесы они делятся в какой то пропорции я признаю что в операции есть такие духи так называемые икла ой ставить это бизнес бизнесноцельные какие маленький флагон есть бизнесноцельные на широкий слой населения например обдумать придумка без для нищих а нормальный студенты прохожие какие прибыли дают не за счет цены продукта за счет объемов реализации цель в 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 матовый жордане люкс о чем-то говорить плюс каждый человек зависит своих возможностей зависит потребность может быть ассортимент для широких слоев населения тоже самое по кремам тоже самое что если у меня женщина в 60 лет берет извините вам движется и просто не дам девчонка 18 лет берет программу максимум и только не прикрытирует не дам потом что лучше к спеть не подходит людей мы ставим долго думали и нашли хлеб водка водка методом сетевого возраста я обязательно за руку каждому два ящика в месяц через три месяца всех качников белогорячих но тут белые столбы да как тут называется так так что мы рисуем платить деньги а сейчас самое первое это 30 процентов с розницей все эти цели подготовлены фирмы все эти цели подготовлены фирмой причем это не степуляция это не нажива наконец-то спасибо спасибо есть такой анекдот это самое приобретает париж ну сколько этого башни триумфальная арка пересейские поля от рим дартанян бежалки зацепил или можно с плечом как не разведены просто просто причем вот я могу взял ему слева ручки борт плечо тут спали покатился скакивает перчатку снимает не в полу кипу бросали я может такая земля подходит к нему не догонять успокоишь а че это он тебе показывает обидеть будет а ну добрый возьми-ка прыгашки мела обсыпь у вас ног до головы коня незабучен уходил посмотрите как это самое как коня над умелом посыпать покажите сокращенный вариант да нет я рассказываю дословно все спасибо че ты снимала анкдот рассказывает яומ� ρε portrayed я не понимаю Я не знаю, а переводить трудно. А вообще, юмор тоже понятен, да? Ребята, вы представляете, у вас есть, кому помогать, у вас есть, кому опекать, у вас есть, кому беспокоиться, у вас есть, кем интересоваться. Вам интересно стало. Я надеюсь. Итак, 30 процентов. Причем фирма «Алексей» очень хорошо подготовила схождение на российский рынок. Она поняла, что есть много людей, желающих работать, могучих, хотящих, но у которых нет денег, чтобы выпить свой первый заказ. Заказ собрал, а денег нет, чтобы выпить его. И фирма «Алексей» каждый человек, который начинает с ней работать, заставляет нам возможность работать в кредите. Брать продукцию в кредите. До 200 долларов одновременно. Первый заказ 80 долларов, второй 200 и больше. Каждый следующий. Как только рассчитались, у нас, вообще, в Новосибирске был рекорд поставлен. Одна женщина за один день внедрилась в три раза в поле с кредитом, по 200 долларов. Сибиряки вообще этого года. Черт. Она просто в встречах собрала заказ, потом приехала, получила, пока раздавала, собрала счет. Погасела, взяла еще, пока ехала, раздавала, собрала счет, и не получила, взяла на 100%. В один день, это рекорд. На 600 долларов продалась, а не сутки. Так. Множить на 30%. Сколько будет? 60. Уйо, да? Уйо. Я, по-моему, сравнилась у закладки, да? Причем, чтобы собрать такой заказ, кому-то нужна неделя, кому-то нужно три часа. Сколько раз по 60 долларов вам надо? Ну-ка сами себе назначьте зарплату. Начальников нет. Учленных нет. Сами себе назначьте зарплату. Вам надо 50 долларов, вы знаете, что надо делать. Вам нужно 300 долларов? Вы знаете, что надо делать. Вам нужно 500 долларов, вы знаете, что надо делать. Им так, ребята. Или вы сами себе назначьте зарплату, и за вас слиг diciendo другие. Или вы сами найдёте, чем вы будете заниматься по жизни, и за раз это сделают другие. Но это ещё не всё, это то, что люди ленивые. Я сам ещё на него человек, который у сперкурт сообщает. Но я собрал заказать на 50 долларов. 30% заработал, 15 долларов. Сижу, пью, пью. У меня Филин спрашивает, ты чего не работаешь? Кстати, на 15 долларов здесь можно пью? Не можно. А почему женщина будет? Я мужикам задал вопрос. Значит, на 15 долларов можно пьём попить. Значит, я сижу, пью. У меня Филин спрашивает, ты чего не работаешь? Я говорю, зачем? Где не есть. Как меня заставить работать? Начальников нет? Почему юных нет? Приказ по офису повесить, да? По лыбни работы. Как меня заставить? Вот что я придумываю? Или как? Деньгами. Они говорят, ребят, 30% это святое. На фирме взяли подносите, отдали под рукой, 30% сразу в карман. А вот чтобы вас заинтересовать, работать лучше и больше, мы говорим, вот что придумаем. Из тех денег, которые вы сдаёте на фирму, часть денег вам в конце месяца будем возвращать, как премия за грошу работу, в зависимости от вашего товарооборота. Сколько? А от 3 до 21% идёт возврат с личных объёмов продаж. Где понятно? На расстающем итогу с первого числа по 31 подсчитываем всё, что мы скупили на фирме. Потом у них есть специальный таблик, что они спросят сколько вам вернуть. От 3 до 21%. Как это делается? Вот так. Значит, набрали 200 баллов. Сколько? Набрали 200 баллов. Сколько? У нас, да? Не будем доску пачать. Итак, набрали 200 баллов в 3%. Набрали 606. Вот так вот, вот так вот. 1200, 2 400, 4 600, 10 тысяч. 27%. Так. 10 тысяч баллов? Аааа. Значит, почему вообще в баллов считается? Потому что фирма работает в 65 странах, ребят. 65 странах. Гретья Драку, Турция Лира, Швеция Крона, Россия Крона. В чем считать нашу активность? Они вводят условно-едницу, баллы-бонусы, которые считаются так. 1 балл – полдоллара. Вот 200 баллов – это значит 100 долларов. 10 тысяч баллов – это значит 5000 долларов. Вот набрали 5000 долларов товарооборот. Вам фирма возвращает 27%. Кто может быстро взять 20% от 1000? От 5000 долларов? От 5000 долларов. Я сказала вам, что я считаю. А что там? Пятая часть стоит? Пятая часть. Пятая часть от 5000 долларов – это штуба. Максимально там 20 долларов, да? Самая большая цена. Нереально, правда? Фирма говорит, и не пытайтесь в одиночку. Потому что, оказывается, по этой таблице может двигаться в руководную продаж. Они говорят, ребята, предназначайте этот бизнес людей. У вас вообще есть люди, которые хотели бы сделать приятным? Потом вы хотели бы дать возможность зарабатывать деньги? Пусть они зарабатывают 30%, пусть они зарабатывают от 31%, потому что вам за это тоже будут платить. Просто поделитесь это возможностью с другими. Не пытайтесь все продать в одиночку. У нас много продукций. На всех хватит. Отношайте все друзей и знакомых. Потому что вам за это тоже будем платить деньги. Однаготреть или два. От 21 до 3% – возврат групповых объемов продаж. Что здесь имеется в виду? Чтобы это пояснить, я стану рисуем вот такую картинку. Предположим, мы продастливаем бизнес 6 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот я сам. Это я пригласил 6 человек. Так, кстати, я про этот человек рассказывал. Как вы думаете, про кого это рассказывает? Речки? Речки, про кого это рассказывает? Как вы думаете? Я про себя рассказываю, нет? Про вас. Правильно. Про вас рассказываю. Потому что это вы должны пригласить своих первых пять человек. Это вы должны их научить на три поколения. С моей помощью. Это благодаря вам фирма получит 7 из 8 тысяч долларов. Это вам надо выбрать 1 тысячу 120. Я про вас рассказываю. Итак, пригласил я 6 человек. В суд, где скажу слово «Я», вы еще поставите слово «Я». Договорились? Вот. Потому что я сейчас рассказываю про саму теорию. Так, каждый из них, каждый из них сам идет на фирму, кстати, ударный 27. Знаете, ударный 27? Все? И каждый берет то, что ему надо. А фирма ведет учет. Действие с каждого из нас. Ага. 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 Он что-то взял. Он раз в компьютер в месяц. Он еще что-то взял. Он что-то взял. Тридцать первого числа. Говорит. Так, вот этот человек за месяц выбрал товар на 300 баллов. Когда я говорю про баллы, я пришла деньги на 150 долларов. Этот человек на 700 баллов. Этот на 7000. Этот на 4000. Этот на 20 баллов. Это вообще ничего не было. А этот на 200. Ну, все как в жизни. Кто-то работает, кто-то очень хорошо работает. Кто-то кое-как, кто-то вообще ничего не делает. Все как в жизни. Все возможные варианты рассмотрели. После этого компьютер фирма обращается к таблице. 300 баллов смотрит на таблицу. Больше 200, но меньше 600. Три процента. Этому человеку возвращает 3 процента. От тех денег, которые у вас есть на фирму. Время за хорошую работу. 700 баллов смотрит на таблице. 6 процентов. 7000 баллов. Трички подсказывайте. 18 процентов. Все правильно. Компьютер считает мгновенно. 18 процентов. 4 тысячи. Не вижу. 15 процентов. 15 процентов. Как тебе понятно, да? Так. Ничего. Не вышло от школы. Только заработал с 5 процентов. Все. Мало поработал. Так. Ну, все. С этим ребятами разобрались. А как быть с этим? Если он работал в одиночку, у него было бы всего десяти баллов. Это всего 3 процента. Но ведь благодаря его технике, фирма получила вот такой церковь. Да. Мало поработал. Да. Мало поработал. Мало поработал. Мало поработал. Мало поработал. Вот для него вводится понятие групповой объем продаж. Все заказы его организации на нем суммируются. Триста и семьсот. Тысяча. Плюс семь. Плюс четыре. Двенадцать двадцать 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 двадцать. Но самое главное, что больше десяти тысяч. А это но не человеку работу выбрасывать. Разбрасывать твоя процента. Что это означает? Это человек, его работу выбрасывать на 22 процента. Поп içinde. М possible, понимаете, тут это сейчас раззначение. Это его команда выбрасывать, ничего подобного. Не было в ходе компании, это его работа выбрасывать. Понимаете? Вы понимаете это это? Вот в этом бизнесе вы разработаетесь с такими вещами, Ты знаешь кто? Ты меня приглашаешь зарабатывать деньги. Я знаю. Я AI planets я приглашаю зарабатывать деньги. Но ведь и ты тогда в результате мою работу будешь зарабатывать. Я лучше сам зарабатывать, но и тебе не дам. Идея понятна, да? Ребята, и так, я зарабатываю только в одном случае. Что означает 20%? 21% означает, что от всех денег, которые были сданы на фирму, 21% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. В сеть. От этой суммы 21%. От этой суммы 21%. От всех денег, которые были сданы на фирму, 21% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. Но! Вот от этой суммы вернули 21%. начать и вышел всего она получает свои три процента а вот эта разница 18 чтобы дать его заработать человек вышел на 6 процентов получает 6 процентов а вот это вот разница 21 минус 6 это сам про центр спонсору чтобы дать его работать с этим человеком человек вышел 18 процентов получает свои 18 процентов а вот три процента спонсор что поэту с этим человеком отсюда 6 процентов а это нему он вышел вообще ничего не получил на него закупку фирмы тоже сбросил на сам процент весь процент идет здесь ребят конечно интересно так стали получать плюс 15 плюс 3 плюс 6 получается еще раз некоторые говорят здесь я получаю 18 здесь питаться здесь внутри каких-то это такие будут набирать так проще дело на плате процент на платить деньги 18 процентов от этой суммы а три процента от этой суммы даже 20 процента 10 долларов гораздо меньше чем три процента на трех половиной тысяч долларов этот маркетик очень много заставить очень хитро чем больше зарабатывают люди которые пригласили тем больше платят нам кстати кстати вот за этого человека мне тоже платят 20 процентов но даже 20 процентов нуля это будет логично нам не выгодны люди зарабатывать денег нам не платят за количество подписанных людей этот человек управляю скажу хочу мне нравиться и зарубки чем эти могу помочь что бизнес чем тебе могу помочь через неделю ему еще раз подойдут мне не нравится свои заработки чем эти могу помочь через полгода к нему еще раз приду через полгода я другой ему совсем по-другому все это скажу и он меня еще идет виноват в черный сразу как я сказал я говорю что так не могу ну вот так я же понял что здесь надо делать и он быстро быстро собирают команды которые сумминные где тоже тысяч 20 процентов у меня 20 процент у меня 20 процент на что боролись на той направлась научилась свою голову разница процентов нет все делал палку в колесо вставить последний любовь не пускать ну хоть что-то с него получили много ему сломать но выгодно будет фирме фирма заинтересована в рост товароборота я буду сейчас палки в колесо вставляю и поэтому фирма говорит ребята вот таких людей которые тоже выше на 20 процентов мы вам будем отдельно доплачивать они предлагают 4 процента от всего объема продаж процентной группы первого уровня она не будет группа пока не берет 10 тысяч баллов 5 тысяч долларов а кто может быстро взять 4 процента за одного года найденного человека выращено когда бы на компьютере есть 200 200 200 ой ё ё за каждую группу за каждую группу а у нас на фирме есть люди которые в таких группах уже больше 30 почему мы говорим минимум 300 долларов потому что мы говорим про 10 тысяч баллов за 10 тысяч баллов если другу 24 процента за одного года до него человек выращена женщина есть такой сапфировый не раздумывайся паузы надо выставить чашку врачу иголы говорит чем я могу тебе помочь я пошутил адамила встает и говорит а я не пошутила что я могу сделать что ты меня обогнала выловите саму идею бизнеса мне честно говоря вообще зарабатывать не поверить те люди которые за мной пошли самую главную идею бизнеса саму главную идею бизнеса мне все равно буду я зарабатывать я не буду мне самое главное чтобы начали зарабатывать люди которые за мной пошли которые мне поверят потому что он на самом деле человек ходил идею что чем то мы своим другом через и деньги выйдем своим заработка через их заработки этим своим результатом через их результат а кстати ну да потом под ними тоже пойдут 20 процентники причем надо еще вот так пойти потому что кругом одни волки оказывается мне тоже выгодно потому что мне предлагают фирмы 5 вид вознаграждения 1 процент со второй уровень 20 процентных групп 0 5 процента за третий уровень 0 25 процента 4 уровень 20 процентных групп ну уж здесь то точно в четыре раза меньше казалось бы потому что за эту группу не платят всего 4 процента а вот за каждую из его групп по одному проценту а таки групп может быть до 40 здесь не падает всего два раза меньше на таких групп может быть до 40 это вообще понимаете чем речь идет чем глубже взрываемся чем дальше влезть тем больше денег потому что мы 30 процентов получаем по курсу сатарбанка сейчас курс 30 мы получаем по курсу с 25 я даже не разбиваю вот эти когда дельный вид заработка здесь еще вид 6 потому что знаете фирма поняла фирма поняла они статичку ведут комбинар они там программу специально вставляют все мы с вами прозрачные как это самое как на стеклышке они видят что если человеку в первые 30 дней и помогли спонсоры которые более опытные не помогли сделать заказ то человек как правило заказ больше не делать никогда и поэтому они чтобы нас немножко стимулировать помогать делать людям первые шаги первый раз два заказа заполнить первый раз очередь первый раз получить и проверить они от одного до четырех процентов доплачивают за количество новых людей кто сделает 75 баллов ну как это делать это потом будет зайдете хорошо и станет определенной строгой технологии вот еще и седьмое вознаграждение карьера вот есть у нас сегодня карьеристы? не понял еще раз есть в этом зале карьеристы? пат Perrici видите? знаете, когда там Томилла проводила занятие она и просила собрать их лидеров знаете, в новую огонь больше в зале обещаются они говорят ребята, давайте тесеньку к такой встрече будем семейной группой ну так сам лидеров отберите мне вот собралось человек 30, наверное Томила говорит начинаем говорить, а я все как в тюни начинаем говорить конкурент с ним Томила говорит ребята, я не понял Я просил собраться одних лидеров. Кто считает себя лидером? Ну поднимите руки. Еще раз? Она говорит, а что с вами здесь делать? Я просил собраться одних лидеров. И потом делает классный вывод. Она говорит, ребята, знаете, чемпионами олимпийских игр становились немногие, но только обязательно те, кто в это верил. Если вы сами не верите, что вы лидер, как вы этим убедите других? Если вы сами не верите, что вы лидеры, проводите ненаголисты. Ребята, знаете, тут поясняется, что все эти виды выводят на плате за разные лидерейности. Почему я про коррелистов так сказал? Потому что я считаю, что коррелисты это хорошие люди. Коррелисты это люди, которые согласны что-то делать не только ради денег, а ради признания. Ради признания своих результатов, ради признания своих трудов, ради признания своих... И фирма Арифлейм осуществляет нам такое признание. И это признание подтверждается званиями, это признание подтверждается значками, это признание подтверждается подарками, это признание подтверждается деньгами. Потому что за каждую ступеньку нам фирма присваивает и выплачивает премии. директор тысячи долларов как я говорю это это приблизительно зарплатный уровень приблизительно почему потому что она начинается от 500 долларов и 5000 у нас в москве есть один директор и хочу быть драгоценным директором потому что я простой директор получаю больше чем ваши сапфирует сапфирует 4000 у нее 5000 сказал приблизительно 1000 долларов потом пока вырастешь ты глупы что-то будет глупать и он такие группы которых тоже вышли на за процент 1 и вот это родим и помогли у вас две группы значит вас фирма назвать золотым директором ура две тысячи долларов если четыре таких групп у вас фирма называется от фирма директором 4000 простая тысячи долларов за каждую руку что является приблизительно месячной зарплаты на этом уровне потому что пока вылезли шесть групп там такое количество людей переберешь там уже идет речь от нас алина шести тысячи процента месяц я знаю таких людей зарабатывать фирма если по 6 тысяч долларов больше больше в месяц здесь россии здесь на сибирске мы сейчас увидим а что хотите увидеть человека да ребята и смотри какая интересная вещь у нас оказывается фирма благодарит два человека четыре человек женщина 9 человек 12 человек 16 человек 22 человек 30 человек 40 человек не пол новосибирску не пол россии всего два человека золотой директор всего четыре всего шесть цифр реально вы едете за границу за счет фирм перелет проживание питание все еще фирмы люди которые готовы делать что это не только денег затем честно говоря вот на самом деле сейчас 26 мая они или приезжаем и будут вручать чек на семьдесят пять тысяч долларов вот на прошлом месяце закрыли квалификацию как вы думаете как вы думаете на суде базаре москве на них такой звучит это закрыли бы так как ухлебом чем чем он несет на усибирску мужу и уже закрыли что у нас заставляет работать желание на меня нет там лаиши сама сидим и мы этим да скорее всего так потому что это на самом деле бизнес человеческим лицом за то что мы закрыли казалось может иметь право передохнуть да мы здесь а мы опять делаем то же самое один раз гибает представить записку а шоу чем уча занимается сейчас отдыхаете ничего не делается за разница шинами собрались вершину даме я даже не знаю как сказать на эту вершину пирамиды невозможно забраться создать некоторые считают что это бизнес первых ребят чушь собачья не бизнес первых это бизнес умел очень многие люди были вместе с нами там начали на шестом году где мы сейчас у них уж нет это лечь и и вот выясняется ребята что все эти виды выплат на плате за разные виды деятельности первый пункт на плате за продаж второй пункт на плате за объемы этих продаж третий пункт на плате за приглашение людей это совсем другая работа не совсем другая техника какой-то смысл методики другим мы просто приглашаем людей фирме это выгодно поэтому нам надо платить деньги за обучение людей за обучение людей потому что у нас уже появились лидеры у нас уже появились люди которые группу создают с десятью тысячами баллов которые умеют уже работать с людьми которые дают фирме товар оборот ежемесячно пять тысяч долларов за то что наши лидеры становятся учителя уже под ними пошли 20 процентов лучшим учителя выясняется что вот это вот работа самая высокооплачиваем помните как он говорил про бизнес учителей бизнес учителей обучать людей зарабатывать деньги чем у нас лучше получается тем больше на первую очередь и чем больше мы ценность для рынка представляем тем больше у нас зарплаты чем больше людей благодаря нам заменили свою жизнь тем более высоко нас фирма ценит так я вас призываю быть нужными быть полезными потому что понимаете в этом бизнесе на самом деле у нас нет рычагов ни экономических ни административных мы не можем человеку приказать мы не можем его уволить мы не можем его наказать мы не можем лишить зарплаты вот какие у нас рычаги интересные какие же у нас меры воздействия на людей а например лично раз еще что нет нет честно говоря я думаю абсолютно второе решение свободное денег сейчас наша нужность наша выгодность для людей если мы для людей выгодны если вы обсуждаете общение с нами они получают какую-то пользу они будут нам идти они будут нам тянутся они будут выполнять то что мы рекомендуем потому что ребята поверьте мне пожалуйста что ваши спонсоры заинтересованы в ваших заработках чтобы они вам не посоветовали чтобы они вам не порекомендовали если вы даже что-то не понимаете делайте как они говорят потому что вы потом поймете потому что они заинтересованы в ваших заработках чем больше вы будете зарабатывать чем больше вы зарабатываете чем больше вы зарабатываете ваши спонсоры я сказал дни дни alimentos света долларов Ой! И вы поняли, что кто-то вам наговорил, да? Ребята, вы знаете, спасибо большое, что вы выдержали. Я прекрасно понимаю, что вам здесь жарко и душно. У нас действительно осталось несколько часов забывания на Новосибирской земле. Что бы мой муж вам не рассказал, очень сложно за пару часов рассказать то, что мы людям рассказываем 5 лет. Ни один институт не даст вам программу 5 лет за 2 часа. У нас есть что вам рассказать. Я просто могу своим именем, видит Бог, оно мне очень дорого, сказать вам, что это очень порядочная компания, что это очень добрая компания. Ну что такое 5 долларов за возможность навсегда изменить свою судьбу? Вы просто поверьте, пожалуйста, что есть люди здесь, в России, здесь, в Новосибирске, которые, следуя нашим рекомендациям, что-то изменили в своей жизни. Я очень волнуюсь, когда я вижу первый раз людей. Уж не потому, что мне вам нечем сказать, потому что я знаю, что в результате того, что человек услышит, его жизнь может измениться навсегда или не измениться. Но я смотрю гораздо дальше. Сегодня в этом зале находится, ребята, вас достаточно много. Отсюда сейчас вы увидите, вы пойдете к людям. Я хочу вам просто передать свою уверенность, что то, что вы говорите, это правда. Именно здесь, в России, от желания выжить, накормить досы до детей, мы просто стали что-то делать. Если бы мне кто-то там в 96-м году говорил, что будет золото, глянт Америки, я бы просто расплакалась, посчитала это очень неудачной шуткой. Ребята, я здесь, я перед вами. И прошу понять меня правильно. В этом зале сегодня находятся люди, которые даже не говорят. Я не могу у них спросить, почему и кого они поверили. Но они здесь, вы их видите. Вы прекрасно понимаете, здесь нет камер. Они что-то хотят изменить в своей жизни. Они хотят быть счастливыми. Их уже много. Простите меня, я просто мой низкий поклон и уважение к ним. Если они это могут, да вы просто преступники. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете говорить и быть счастливыми, они все равно пойдут к людям и что-то будут пытаться сделать. Ребята, я не хочу вам сделать больно, может быть хочу. Вы меня поняли, да? Это бизнес эмоций. Давайте просто я поаплодила. Это не важно, что они нас не слышат. Но они здесь. Вот так этот бизнес сделает. Мы просто идем к людям и что-то им рассказываем. Нам или верят, или нет. Нам поверят в одном случае. Если мы говорим правду, если у нас репутация порядочного человека, если в результате нашего общения с людьми люди начали реально зарабатывать. Ребята, что вам сказать? Я, наверное, скажу вам то, что я попытаюсь сейчас нескольких слов сказать 26 мая. Просто когда я буду благодарить свою организацию, может, вам говорю, нет, в нашей организации, наверное, порядка уже 200 тысяч дистрибьюторов. Многие из них действительно, меня видят только в журналах, картинках, на фотографиях. Ребята, когда я буду говорить спасибо Сибири, здесь есть и мои дистрибьюторы. Это ваш труд. Вы знаете, мы гораздо больше не орубим другое. Многие говорят, я, мой, русский, я, Россия. 10 мая делегация Россия попадает в Испанию. Дело в том, что компания «Реплейм» по-моему, единственная компания на территории России. 10 июня, а, 10 июня, простите. Компания «Реплейм» по-моему, единственная сети компаний, работающих на территории России, которая два раза в году бесплатно отправляет своих хорошо работающих, где-то за границу. В прошлом году у нас, например, была Америка, Франция. В этом году уже в январе мы были в Индонезии, сейчас в июне Испания. У любого человека, сидящего здесь, я повторю, у любого человека, сидящего здесь, есть возможность, в ходе у меня следующего года, поехать бесплатно в Индонезию. Поднимите руки, кто хочет бесплатно, на неделю. Ну, я не успела. Чего? Хотим. Вы знаете, что-то не хотела. Визития старая, да? Когда две женщины предоставят, как они ходят. А что, она там уже была? Нет, я уже один раз хотела. Ребята, мало хотеть. Ребята, нужно что-то для этого сделать. Ну, подумайте, ну, ведь это элементарно просто, да? Взять наш подход, в чем каждый из вас будет говорить то, что считает нужно. Ну, расскажите об этом людям. Вам скажут или да, или нет. Но если люди вам поверят. Ребята, ну, вы-то знаете, что вы говорите правду. Но мы есть. Мы сделали это здесь, в России, когда нас уже приглашают работать за границу. У нас говорят, нет, Россия будет первой. Ребята, я хочу все-таки закончить свою мысль сейчас, 11 июня, когда мы будем в Испании. Весь мир, слава тебе, Господи, это 67 стран, Али Флейм. Весь мир будет аплодировать на одно маленькое слово. Рашин. Ребята, я безумно счастлива. Между прочим, это Рашин. У вас есть возможность быть вместе с нами. Я понимаю, что много вам что могут рассказывать, но вы знаете, за 5 долларов, изменить свою жизнь, изменить жизнь вашего окружения. Я могу очень много вам приводить различных примеров, когда мне говорят, откуда я беру силы, или почему я работаю. Ребята, мы только что сможем вернуть от значка. Когда мы зашли в зал, в зале 99% мужчин. Вот немножко было не очень мощный, да? 99% мужчин. А потом, когда я их спрашивала, почему, почему вы? Они говорят, а у нас мужчина – это добытчик. Мужчина – это защитник. Мужчина – это человек, который обеспечивает семью. Ребята, вы обратили внимание, мы с мужем рассказываем совершенно по-разному, да? Ну, как бы я, я уже говорю, что женщина – это душа, это эмоциях, это сердце. Мужчина – это логика, математика. Ребята, мне легко с мужем. Я безумно счастлива, что за мной стоит мой муж. И вы знаете, наверное, любовь, терпение. Неважно, что нас привело к этому успеху. Начинали мы очень тяжело. Две недели меня муж уговаривал. Очень тяжело было. Я точно дипломата, я пианистка. Ну, поймите, какие кошелки, огоньки, мочалки. Мне тяжело было. Лон офицер, подполковник, как я говорю, космос и косметика. Ребята, да? Звучит похоже. Да, ребята, это немножко разно. Очень было тяжело. Ребята, ребята, мы корневые дистрибьюторы компании, в статусе человек я осталась одна. Ребята, вам легче. Если бы нам кто-нибудь в 96-м году вот это рассказал, Господи, сколько большевых мне избежали. Самое первое. Вы знаете, когда я получила первые деньги в компании, ну, поймите, вот полгода мы уже не платили зарплату, тогда вдруг пошли деньги. Деньги совершенно сумасшедшие. Вот все, что шевелилось, я орифлей, море, море, господи, какая же это была ошибка. Да не надо это людям. Вы знаете, у меня теперь жесткое правило. Если человек говорит, не верю, я прекрасно его понимаю, только ему не надо, гербалак-то черт не что. Я с ним продолжаю работать. Если человек говорит, не хочу, я уважаю его выбор. Ради Бога, оставьте его в покое. Ну, не хочет человек, вы знаете, вы будете тоже потрясены, но некоторые люди ничего не хотят менять в своей жизни. Их устраивает. Иногда я могу сделать больно, если мне человек нравится. Если мне человек нравится, я ему могу сделать больно. У вас устраивает, как вы одеваетесь, как одеваются ваши дети, чем вы питаетесь. Вы можете на все лето отправить своих детей? На море, фруктовик, досы-то накормить? Иногда становится людям больно. Это я, что ли, люблю своих детей больше, чем вы? Почему моя дочь может получить прекрасное образование английское в Англии, хотя бы стажироваться? Почему я могу детей отдать заниматься спортом? Маленькой малышке сейчас 9 лет. Я посчитала, я плачу 400 долларов каждый месяц. Ребята, мне еще нужно 35 тысяч долларов, для того, чтобы девочка закончила образование. Я спокойна. У нас такая страна, где никогда и у нас не бонясь. Я ее веду тем запостатам, которые там хорошо живут. Ребята, они все такие спокойные, такие холеные. У нас с вами то кризис, то президент, то курс доллара, то... Ребята, мы чувствуем, мы с вами все время в боевой готовности. Ребята, я хочу, чтобы вы стали богатыми. Это хочу я. А что хотите вы? Простите, я просто сегодня много лист, свежу ног. Позвольте, я вам дам это упражнение. Я очень люблю его давать. Если я сейчас любому сидящему здесь человеку задам вопрос в упор, сколько вы стоите, я бы еще поставлю вас неловкое положение. Просто, может быть, вы об этом не задумывались, потому что вся наша жизнь, в нашем государстве за нас кем-то была решена. Детский сад, школа, ПТУ, каждый день на работу, субботу, воскресенье, раз, два, отпуск, ну и так далее. За нас кто-то решал, потому что, если вы обратите внимание, в Советском Союзе как бы не было государственных органов, которые готовят руководить. Ну, пожалуйста, БПШ, да? И все. Остальное все кем-то решалось. Поэтому мы с вами не готовы к самостоятельным действиям. Поэтому я ставлю вопрос по-другому. Сколько вы хотите зарабатывать? Некоторые люди говорят, некоторые люди не говорят. Но, как правило, я вам очень рекомендую задуматься, сколько вы хотите зарабатывать? Не ради денег, а ради их возможностей. Для этого вы берете чистые бумаги. Сегодня, думаю, меня рядом с вами не будет. Если вы с стороны пишите все, что в этой жизни хотите. Квартиры, кроссовки, операция, помощь родителей. Ребята, ну это ваша жизнь, ваши проблемы, да? Так как люди все равно, что взрослые. С правой стороны напишите, пожалуйста, сколько это стоит? Вот и все, вот и будет и так. Ну, это сумма, которая вам необходима на сегодня. Если вы такой же список составите через год, то что-то вы заработали, какие-то деньги золотая. А дальше открывайте план успеха компании. Я не буду сейчас тратить на это время. У нас только в виде вознаграждения. Только в виде вознаграждения сумма от 1000 долларов. До 100 тысяч долларов. Ребята, это огромные деньги. Не только для России, для любой страны мира. Единственное, чем я отличаюсь от вас, мне никто не посмеет сказать, что это невозможно. Я сделаю это здесь, в России. А кто вам мешает? Вопрос не стоит, можно их заработать или нельзя. Вопрос стоит, кто их заработает. Вы или другие. Мы очень многим людям рассказываем то, что вам муж рассказал сегодня. Ребята, мы очень многим людям рассказываем то, что мы вам рассказали сегодня. Этого нет в плане избега компании. Этого нет нигде в мире. Вот то изложение материала, которое вы сложите сегодня. Но именно это изложение материала... Простите, вы знаете, кто их, нет? Ребята, поднимите, кто знает, кто я. А я бы хотела сказать, что я дистрибьютор компании. Ребята, я на самом деле дистрибьютор компании. Просто когда мне говорят, что я милов, сколько вы зарабатываете, я всем заканурую. Почему вы не хотите спросить, сколько они работают? Ребята, мы включили в Новосибирске ночью, около 4 утра, с первого на второе. Ну, потому что это праздники. Он, потому что, простите, у меня дети, наверное... Извините, но, наверное, вы понимаете, что я с большим удовольствием... Ребята, понятно, тогда, наверное, я была бы с детьми. Я здесь, я с вами. Вы думаете, это нужно мне? Ребята, это нужно вам. У меня есть возможность поделиться своими знаниями и что-то нам рассказать. Ребята, попробуйте что-то в своей жизни изменить. Это реально. Вы каждый день разговариваете. Вы можете говорить о природе, о погоде. Ну, почему бы час или два что-то людям не рассказать? Вы знаете, я просто поделюсь своим... Даже не секретно, это настолько элементарно просто. Господи, вы приглашаете в свой дом, если это вам позволяет, что я хочу, на чашку чая. Людей, которые вам нравятся. Я все время говорю, это командный бизнес. Это командный бизнес. Волочи, мне не надо. Мало того, что кем вам предоставляет кредит. И когда мне человек говорит, не знаю, подумаю... Простите, я не понимаю, кто рискует. Контракт стоит 5 долларов, а кредит на 200 долларов. И когда мне человек говорит, я подумаю, что подумаю, мыться-не-мыться, зарабатывать-не-зарабатывать. И такая версия ответа есть. Это не мое. Что не мое? Беспечить вашим детям? Есть такие жесткие слова. Простите, может быть, муж вам говорил, чтобы оставить детям и щекнуть. И делать ничего не надо. И в этом, знаете, для меня, наверное, самое страшное, и стать бедным. Потому что я очень хорошо знаю, что это такое. Кто там чекает? Я говорю, да я не хочу быть бедным. Я не знаю, есть здесь пиктофона или нет. Я не хочу быть бедной, я никому не верю. Я сама зарабатываю, обеспечиваю себя, свои детей. По-моему, нормально. Да, я просто очень много работаю. Когда я говорю, сколько ты зарабатываешь? А почему не спрашивай, сколько я работаю? Ребята, мы просто очень много работаем. Да, мы действительно много зарабатываем. Это огромная сумма для любой страны мира. Но кто вам мешает? Я буду приезжать столько, сколько вам будет нужно. Хотя, вы знаете, мой муж тоже говорит, очень интересную фразу проделать работу так, чтобы не остаться никакой работы. Даже если я никогда в жизни больше не прилечу в Казахстан, здесь есть люди, которые как спецназ полностью владеют нашей методикой. Им есть, что сказать людям. Я не знаю, почему меня судьба свела с вами. Вы знаете, я очень бережно отношусь к такого рода вещам. То есть, по магии своему ближнему тебе этого, да, со столицей. У нас осталось несколько часов пребывания в Новосибирске. Почему меня судьба свела с вами? Может быть, это не очень любо. Может быть, в результате этой встречи вы сегодня, завтра, через неделю встретите кого-то, кто будет вам благодарен за то, что у них есть возможность что-то в жизни за 5 долларов изменить. Уникально, да? За 5 долларов весь мир у ваших ног. Можно немножко пошутить? Вы все такие грустные. Вы знаете, 26 мая будет банкет. Вот представьте на секунду. Я простая, снежная, пионеская, жена офицера. И вот, я сильно недавно, если бы я сказал, что я сказала, ребята, мы совсем недавно позвонили с компанией и сказали, госпожа Полежаева, на банкете как вы хотите, чтобы вас вывезли на корите или на банкете? Ребята, можно смеяться, можно плачать. Вот понимаете, вот от того килограмма фруктов, которого я в 1906 году. не могла. Ребята, я здесь и перед вами. И карету у меня была. Я вам расскажу, что другой пример, тоже такой веселый. Сейчас мы были в мальчике, вот я начала вам рассказывать. Там не действительно просто подрезал этот случай. Я знаю, сколько мои директора зарабатывают, как правило, кто хорошо зарабатывает, об этом не говорит. Это нескромно, небезопасно. Неважно. И там был мальчик, ему 15 лет. Была вся семья. Муж, отец и двое сыновей. И мать, как ни странно, но так сопротивлялась. Да не мужской, но очень не буду всю эту ерунду передавать вам. И вдруг мальчинка вышел, он так из джинсов достал 50-рублевую бумажку. Ребята, 50 рублей. Он говорит, вы знаете, я как-то поклясся, что свои первые деньги и отдам матери. Вот он разжимает трубку, дает вот ей 50 рублей, она вот... Ребята, вы знаете, это прошибает. Он их лук украсть, там очень разве это он достаточно снохозьками, благополучной ситуацией. Но вот эти 50 рублей я его заработал сам. Вы представляете, вот его отношение к дикам. Ребята, это удивительный бизнес. Для меня, конечно, уже давно этот вопрос... Мне уже не интересуют деньги, вот в этой степени, как они интересуют вас. Да, заработали, посылали, отдали долги. Для меня это гораздо больше. Для меня и флэн. Вы знаете, наверное, что-то мы в жизни делаем правильно, потому что первый ряд успеха не бывает случайно. Ребята, я приведу вам еще один маленький пример. Буквально вчера в Боливорске друг женщина мне рассказала... Как ни странно, у меня в Боливорске такая же ситуация в Боливорске. Слова шестилетнего мальчика. Мы с мужем очень много людей сделали богатыми. Действительно богатыми. Потому что для любой страны мира 5000 долларов в месяц это много, даже для Америки. Это действительно много, ребят. Если вы будете зарабатывать хотя бы 1000 долларов в месяц, это очень хорошо. Не буду оставить неловкое положение, я далеко не уверена, что здесь люди такие деньги зарабатывают. Это не важно, сколько вы зарабатываете. И вдруг, слава шестилетнего мальчика, мы писали интервью, когда мама с папой стали работать в Арифлэйме, в доме стало больше еды. Ребята, все. Ребята, если благодаря вам просто у кого-то в доме станет больше еды, то что с ним заняты каретами, да? Ребята, спасибо большое. До свидания. Я знаю, что вам здесь очень тесно сидеть. Я немножко похулиганил, чтобы не так грустно расставались. Вы знаете, что у нас нервных окончаний, подушек и наших ног очень много нервных окончаний, да? Ребята, можно вы с вами попробуйте пошевелиться, потому что здесь как все, где все. Можно? Ребята, значит, правая нога, левая нога и вот это вот. Ладно? Я знаю, что вам будет трудно. Но я потом не думаю, продолжайте. Ладно? Ребята, где ЕС? За рогатом не ходите? Нет. Я не знаю, что ли не пошли, а то я чувствую, что вам жаль. Но простите, нам еще жаль. У нас еще 9 часов следующей встречи. Итак, все проснулись. Все проснулись, нет? Поехали. Раз, два, три. Спасибо.